Друзья, приветствую вас снова на моем канале. У нас очередной шоппинг-влог из Массима Дути и Сара. Обзор новиночек, как всегда, и примерочка. Приятного вам просмотра. Вот такие у нас новиночки пришли. Платье полосатое. Такая чисто пляжная тема, я думаю. Симпатичное платье. Маечки тончайшие. Такое платье, оно, знаете, такое плотное, такое структурированное, держит форму. Понравилась мне и бахрома внизу. Такой образ мне понравился, с такой туникой прозрачный. Вот такое вот на платье очень приглянулось. Интересно выполнено. лифт кроше и как низ такой, с тончайшей тканью, летящей. 50 тысяч, в принципе, нормальная стоимость. Вот так вот предлагают нам маечку с брючками, тоже стильненько. Этот костюм, кажется, уже видели. Топ мне понравился, вот этот необычный у него топ-краше. Такой вот комплект предлагают. Зеленая рубашечка, тоже такой свеженький. Total black. Здесь какая юбочка необычная. Кто искал такую юбочку, чтобы она была прозрачная внизу? Ну вот, кажется, это все и новиночки здесь вот вывешены были и на рейлах. Тут, наверное, это платье я примерю. Вот это платье туника мне понравилось на сайте. Вот как раз появилось, надо его примерить. Этот топ еще есть в таком хаке цвете. Шортельные, но и черные. Вот эта расцветка мне, ну, так не очень. Смотрите, какая сумочка, тоже из новой коллекции. У нее, правда, форма какая-то интересная, с изгибом, как с одной стороны. Не знаю, на чего это предусмотрено. Так, вот сейчас примерим ее. Вот такая легенькая, симпатичная. Так на мне смотрится. Вот этот вот изгиб какой-то, тут неровность одна. Именно с одной стороны. Не знаю. Так задумано. Пишите свои мысли в комментариях. Вот с этой стороны ровный край, с этой стороны вот так. Интересно. Не так симпатично, по размеру мне хорошо, мне кажется. Сильно большая, при этом вместительная. На пляже и городских луках тоже будет хорошо смотреться. Понравилась. В общем, сумочка. Советую такую. Такую мы в прошлом влоге мерили в белом цвете. Вот в черном есть. Да, это, конечно, черный. Например, даже с таким костюмом кофейного цвета красиво смотрится. Очень стильно. Легчайшая из кожи. Так смотрится на мне с моим лучком. У меня тоже сегодня total black. Почти total black обувь, только белая. Приветствую вас уже из примерочной. Думаю, надо переходить быстро к делу, к примерке. Рассказать все нюансы и показать, как это смотрится на мне. В первую очередь хотела поблагодарить всех тех, кто подписался на канал. Поставил лайки мне под прошлым видео. Написал приятные комментарии. Очень для меня это ценно. Очень меня мотивирует снимать дальше. Обязательно пишите, давайте мне обратную связь. Какая из вещей вам понравилась больше всего. Или что бы вы хотели, чтобы я примерила для вас, чтобы понять по размеру, как сидит. Вообще, как смотрится со стороны. Давайте начинать уже, что я взяла на примерку. Платье это не удержалось. Оно мне еще на сайте понравилось. В S-размере. Посмотрим, как оно смотрится. Юбочку эту хотела еще с прошлого лого примерить. Правда, вот она только в M-размере осталась на примерку. Посмотрим, как со стороны смотрится. Этот топ тоже к юбке, я думаю, подбирала по цвету. Посмотрим, как это выглядит все вместе. Так, он в S-размере. Это платье тоже, оно мне очень понравилось. Мне нравятся необычные вещи. А это от топа, подождите минутку. Сейчас, как всегда, найдем вишку. Вот тоже в S-размере. И вот эти сандалии меня просила подписчица примерить. В инстаграме, помню, мне писала. Вот они как раз приехали. Очень легенькие. Просили рассказать, как они по удобству. Да, в 36-м размере буду мерить. Мой родной 35-й, сразу напоминаю. Ну что, давайте примеряться. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Вместе мы развиваем там насмотренность нашу. Новые коллекции смотрим уже на следующий сезон. Что будет в тренде. И с учетом этих трендов, покупаем вещи. Первый образ. Топ. Правда, декольте не мое глубокое, как вы знаете. Вот в S-размере так смотрится. Юбка, конечно, с меня спадает. По цвету они хорошо мочатся вместе. Сандалии, эти шлепанцы такие очень удобные. Но я не знаю, напишите в комментариях. Вот 36-й размер мне нормально подходит? Или мне надо все-таки 35-й брать? Так что делайте выводы, если кто эти шлепанцы хотел прикупить онлайн. Юбка, конечно, тончайшая. Жалко, что ее в аксессии не было на примерку. Образ мне в целом очень понравился. Очень все по-летнему. Второй образ у нас такое платье. Туника, не знаю, кимоно. Очень понравился градиент. Какое-то такое, знаете, необычное. Расцветки. Тоже тончайшее, легчайшее, но я не знаю, но прозрачное. Как бы, если на отдых брать его на купальник накинуло и ок. Если в городе носить, то надо какую-то пододеваючку. Платье какое-то надевать все-таки. Ну или телесное белье полностью. Это платье. Образ номер три мне тоже очень понравилось. Так необычно сделано. Красивенько очень. По длине мне тоже хорошо. Вот так вот даже с этими сандалиями. Тоже красиво смотрится. Сумочку, корзинку, которую сзади показывала. Кажется, очень гармоничный образ бы получился. Такое летнее. Летящее платье. Крыше в тренде. Тут это платье вообще трендовое получилось. Цвет мне тоже подходит такой. Подумаю над этим платьем. Оставайтесь дальше со мной. У нас продолжение примерки будет в Zara. Приятного просмотра. Увидимся в Zara. Вот мы уже в Zara. Сегодня у меня простой лук. Платье Майка. Как я люблю. Немножко она сильно обтягивается. У меня живот и почетки. Но я с жилеткой сверху накидываю. И нормально. Жилетка у меня с карманами. Поэтому я сегодня без сумки. Чтобы руки были свободны. И удобно было снимать. Очень зажарилась. Сегодня пешком шли до торгового центра. Но ничего, я выставила. Так, на примерку у нас вот такая вот футболочка. Что-то раз фокус. Решила примерить где-то платье. С бахромой внизу. Очень понравился мне этот колор-блок. Так, вот такое вот платье. Какие-то мероприятия. Штаны Cargo. Светленькие такие. Кажется, тоже симпатичные. Решила вот примерить. Юбочка. Низ у нее прозрачный. И к этой юбочке вот такой топ нашла. Не знаю, как будут они сочетаться. По цвету вроде нормально смотрятся вместе. Ну что, давайте начинать примерочку. Первый раз в такой примерочной огромной. Не было просто других свободных. Забыла показать вам обувь. Такая виниловая. Подо все подойдет, под все образы. Что на ноге, в принципе, даже не видно будет. Юбка мне очень понравилась. С этим топом, не знаю, как-то. Или при таком освещении немножко живот подчеркивать. В принципе, если не придираться, или топ надо было побольше немножко взять. Не знаю. Вот так вот, чтобы как-то сочетать с каким-нибудь топом. Но я думаю, надо, чтобы не такой, наверное, закрытый был, а чтобы на таких брителях топ был. Тогда лучше будет. Или какой-нибудь корсетик. Мне нравится, как ножки так просвечивают немножко. Очень такая интересная юбочка. У нее там нормально она сшита, кстати. Ничего там нитки не тянет. Где строчки идут, мне ничего не кривится по шву. Это меня, конечно, удивило. Не такая она дорогая. Вот на какое-то мероприятие. Главное, топ подобрать какой-нибудь. С эти сандалии и босоножки. Они тоже такие очень удобные. Комфортный каблучок. И подо все такая обувь подойдет. Думаю, может, тоже такие надо прикупить, совсем носить. Пишите в комментариях, понравилась ли вам юбочка такая. Также решила примерить с футболочкой. Но футболка длинноватая. Она, когда заправляешь, выделяется. Поэтому я ее немножко подвернула. Надо кропнутую футболочку. Можно даже по оверсайне. И одеть даже можно с кедами. Тоже интересный образ получится. Такой спортшик, знаете. Когда сочетают такие классические какие-то вещи на вечер со спортивными. Мне кажется, интересно будет образ тоже. Ну, а так все вместе. Нет, юбка мне однозначно очень понравилась. Далее с вот этими штанишками футболочку. Вот такой сейчас, как можно уже выразиться, базовый лук с этими карго-штанами. Сейчас все их носят. Я, конечно, надета предпочитаю юбки и платья. Более в них комфортно. Кто любит брючки. Необычно два кармана с этой стороны, с этой один. Понравились мне. Но они, знаете, в эксцесс-размере немножко с меня спадали. Там нет такой какой-то кулиски, чтобы затянуть ее. Ну, не критично, конечно. Ну, так вот. Тоже, в принципе, симпатичный образ летний. Платье так на меня хорошо село. Да, декольте открытое. Ну, смотрите, как скроено. Тоже ничего там не тянет по шламу. Интересно так фигуру обрамляет. Спинка у нее открытая. По бедрам не скажу, что прям, ну, не в облипку, но красиво так смотрится все это. Низ тоже такой прозрачный. Так что, кто искал, платье такое на какое-нибудь мероприятие, свадьбу, день рождения. Очень красивый цвет такой летний. Думаю, на такие мероприятия надо такие светлые оттенки выбирать. Заключительный образ. Это замечательное платье. Необычный у него коверблок и бахрома. Все мне это нравится. У него внизу платье маечка такая пододевайка, чтобы не сильно прозрачно все это было. Не сильно облегает живот. В принципе, все приемлемо. Оно мне очень понравилось, знаете, такое универсальное. Можно и на какое-то мероприятие надеть. Если обувь поменять, можно и на прогулочку. Обычную, сандалиями, знаете, сумкой соломенной. Мне нравятся такие вещи. В то же время нарядненько. Смотрите, как бахрома хорошего движения смотрится. Очень оно мне понравилось. Мне почти вся примерка вещи, которые я примеряла, понравилась. Ну, вот это платье фаворит. Я больше, конечно, универсальные вещи люблю. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Очень буду вам всем благодарна за такую поддержку моего канала. Надеюсь, с вами дальше будем продолжать в том же темпе снимать. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok